Дико мне эта история понравилась, потому что я люблю крашеные деревянные полы. Мне кажется, это очень кайфово. Тогда звезды сложились так, что H&M выпустил мне травянисто-зеленый, ровно попав в цвет моих стен в санузле, и вот такой синий-зеленый цвет, да еще и в клеточку, который попал мне в ванную, в ее оформление. Девочки, в ванной вся история для вас. Эти стеночки были созданы для того, чтобы спрятать края ванны, а за ними все неэстетичное, что мне хотелось спрятать, лишний шум. Привет-привет. Ну что же, ванна. Продолжим. Друзья, садитесь, да, я вам рад. В те годы была очень популярна и подбиралась под цветной спальней плитка от фирмы марка, корона, она и стала главным лейтмотивом по геометрии и оформлению этого помещения. У нее был глубокий такой изумрудно-синий, смесь синего и зеленого, очень интересных оттенков, в основной плитке, плюс мне понравился рельеф геометрии, и она медленно спустилась в имитацию ковра, мне дико понравилась. Смотри, плитка, она сделана под дерево, и как будто на ней сверху краской, ой, пыль и грязь, ну что, все живые люди, бывает пыль и грязь под ковром. Плохо готовилась. Как будто краской нарисованы. Дико мне эта история понравилась, потому что я люблю крашеные деревянные полы. Мне кажется, это очень кайфово. В быстрых переделках нет ничего проще, чем в загородном жилище, если у вас деревянный пол, просто доставить ему удовольствие стать ковром, вывести его на совсем другой уровень, покрасить, трафарет приложить и сделать его другим. В общем, этот зеленый цвет перешел и в некоторые другие предметы. Я даже полотенца, помнишь, у меня на первом этаже в гостевом санузле в душевой полотенце выбраны в цвет стен, чтобы их не было сильно видно на полотенцесушителе. Здесь та же самая история. Тогда звезды сложились так, что H&M выпустил мне травянисто-зеленый, ровно попав в цвет моих стен в санузле, и вот такой синий-зеленый цвет, да еще и в клеточку, который попал мне в ванную, в ее оформление. И вот так вот получилось. А потом он выпустил еще и шторку в сочетании этих двух цветов и завел мне лес с оленями и зайцами в ванну. Вообще, я не очень люблю шторки в ваннах, но эту ванну я еще использую и как душевую, потому что у меня большие ритуалы по уходу за волосами и телом, и мне нужно смывать их просто стоя под водой. И это не всегда удобно делать душевой. А вообще сейчас мужчины могут удалиться из чата, потому что мы, может быть, немножечко поговорим и об уходовых линиях, которые я люблю и применяю для себя. Тут, девочки, в ванной вся история для вас. Ладно, сначала мы об этом интерьере, потом об уходе, хотя пока мы в ванной, да, какой я иногда использую прием. Видишь, здесь нигде нет полотенца-сушителя. Все такое красивое, что вот не хотелось его и ставить никуда. Да и некуда было, если честно. Он мешал стилистике, но он был необходим для того, чтобы просушивать полотенце. И просто здесь сырости, чтобы большой не было. Это же загородный дом, у нас немножечко по-другому строено, не как в квартирах. В общем, он появился. И я его спрятала вот сюда, вальков. Вообще ванна, она больше, чем эти стеночки, были созданы для того, чтобы спрятать края ванны, а за ними все неэстетичное, что мне хотелось спрятать. Лишний шум. В общем, в одном крыле располотился полотенцесушитель. Кстати, ванная с окном, да, ты видишь, на окне прекрасно себе в этой зоне живет искусство и ботаническая скульптура. Еще вот в этой стеклянной груди светлячки, которые заряжаются от дневного света. Вон, видишь, черненькая такая штучка стоит. Она его напитывает, и как только темнеет, они включаются. И в темноте, когда здесь не горит свет, или только свечи работают, полное ощущение, что банка полна светлячков, потому что проволоку видно плохо, и видны вот эти вот горящие элементы. Вот. А в том крыле... Ой-ой-ой, там не самое... Я плохо готовилась. Я прикрою часть спиной. В том крыле баночки, скляночки, которые мне нужны для ухода. Ну, женщины, они такие. Мы покупаем много, многим пользуемся. И сейчас у меня рутина ухода за волосами стала очень большой. Мне тут трихолог порекомендовал параличить волосы. Это очень долгая история до конца жизни. Все женщины мечтают о копне волос. Мы их начинаем терять и готовы платить любые средства и танцевать хоть с бубном вокруг костра, лишь бы они наросли обратно. У мужчин как-то проще. Побрил и все. А мы вот бриться не очень хотим. Ну, что делать? Женская сила в волосах, да? И неважно, какая длина. Главное, чтобы густота была приличная. В общем, тут у меня живет склад банок. И даже там я умудряюсь разместить декор. В чем минусы? По расположению, то, что в ванной в Алькове мне нравится. Как раз мы спрятали все ненужное. От глаз лишнего шума нет. Какие минусы есть, в принципе, у этой плитки? Матовая плитка, если водоподготовка в доме или квартире так себе, то очень сильно оседает. И требуется еженедельная хорошая влажная уборка этой зоны, если вы используете душ. Если вы лежите в ванной, то нет, конечно, моете только в ванну, как обычно. Она белая, на ней ничего не видно. Но тут не мне вам рассказывать. А вот на темной матовой плитке будут видны капельки высохшей воды. Это, конечно, так себе история. Поэтому моем ее. Я вообще люблю ритуалы по уходу за собой. Если я заползаю в ванну, я обязательно включаю свечи, какие-то ароматические масла. Окуриваю Паула Санте. Потрясающе пахнет. Все это поджигаю и релаксирую. Релаксирую. Тут меня желательно не трогать. Включается музыка, либо какие-то медитации, мантры, что-то еще. Расслабляющие сердечные ритмы, чакры. Хорошо успокаивающие, прорабатывающие. Переходим дальше. Здесь тоже опять же живут свечи. Здесь потрясающая совершенно женщина. Я ее выловила в магазине Ликви. Такое ощущение, что она из серебра. На самом деле она пустотелая. Такое, может быть, даже керамическое. Смотри, мне такая... О, тут даже цена осталась. Посмотри, 4500. Веришь, нет? Что вот это можно? Вот такой проработки у нее. Ты посмотри, каждый волосок кучерявый отработан. Все вот эти этнические украшения африканские. А вот эти украшения. Я когда ее увидела, я настолько в нее влюбилась. Я думаю, боже, а я обожаю этнические украшения. У меня как в поездке со мной не винтаж ездит, а этника. Когда европейские города, это винтаж. А если мы едем в какие-то азиатские страны, то там этнические украшения. О, какая-то красивая. Все смотрится всегда. За ней спряталась работа фотохудожника. И вообще довольно... Я забыла, правда, фамилию. Но его работа частный месяц, частная луна, по-моему, до сих пор в качестве инсталляции на арт-плее стоит. Да, по-моему, на арт-плее. Вообще идея вот этого всего была, что он сделал лайтбокс месяц и возил его по разным-разным локациям. У него было 12 фотографий, 12 месяцев. В серии этой работы «Частная луна» было 12 этих месяцев, которые катались с ним в лодке, жили в многоэтажке, на сеновале. А здесь такой вечера на хуторе-близди-кайке. Мне иногда кажется, что вот ты открываешь, и оттуда запах сада после дождя. Луна, темнота, вот эти бабушкины занавески кружевные, хрусталь, чайник, чашка керамическая. Но настолько от этого всего тепло становится. Я ее очень люблю. И считаю, что искусству в ванной комнате самое место. У меня практически во всех проектах, в санузлах стоят довольно другие решения. по искусству. Это инвестиция в свое мировоззрение, в свою психику, в свой внутренний мир. Ну и, если что, проводите на черный день. Встроенные зеркала — это грусть-тоска, если они, конечно, не созданы для того, чтобы улучшить геометрию помещения, они находятся в современном стиле. И даже холодильник для косметики. Но он стоит сейчас просто так. Я не часто пользуюсь тональными основами, но кушонами корейских брендов вот влюблена. Продолжение следует...